Всем привет! Сегодня у нас будет ролик на не очень веселую тему. Сегодня ролик на тему принятия своей травмы, а именно принятия осложнений и тех ограничений, которые могут наступить вследствие какой-либо травмы, либо операции. Я получаю, вы знаете, я получаю регулярно, мне кажется, один комментарий в день это точно, несколько комментариев в неделю, то есть 5-6 комментариев в неделю от людей, которые мне пишут, у которых была травма. Знаете, как правило, это переломы, это сложные переломы ног, у которых, ну, там была операция, да, и остались какие-то осложнения. Ограничения. И человек мне пишет о том, спрашивает, да, вернее, о том, делится своей историей, рассказывает, что случилось, и спрашивает, как жить в такой ситуации, то есть как принять то, что случилось. Допустим, вчера вы гуляли, бегали, катались на велосипеде, не знаю, там, ходили в спортивный зал, делали все, что хотите, и вдруг наступило какое-то событие, после которого, да, вы не можете больше этого делать, и вы не знаете, как принять то, что наступило, как с этим дальше жить. Я вам скажу, что, честно говоря, я не знаю, что вам ответить, я не знаю, что ответить вот на такие вопросы. У меня нет специального образования по психологии, да, у меня есть какие-то там базовые, базовые знания, и то я считаю, что у меня этих знаний не так, недостаточно, да, немного, даже для того, чтобы давать какие-то советы. У меня есть какие-то базовые знания, которыми там, которые у меня есть для того, чтобы в случае там какой-то ситуации с пациентом я могла как-то отреагировать. Но чтобы разбираться, да, вот давать именно какие-то советы, вот делайте это, делайте, не делайте это, или как дальше жить таким людям, я вам скажу честно, я не знаю, я не хочу знать. У каждого человека есть что-то такое в жизни, понимаете, что вот, что он делает, и что, что вот доставляет ему большое удовольствие. Знаете, иногда приходишь к пациенту, да, и у него стоит картина, вот он рисует там, пишет какую-то картину, вот, да, там, ему там плохо, ему сделали операцию, может быть, у него, скорее всего, что-то болит, но при этом он там рисует, пишет, то есть и получает таким образом, наверное, как успокоение. Не знаю, кто-то складывает пазлы, у кого-то, смотрю, там стоят какие-то музыкальные инструменты, то есть, я не знаю, может быть, вот как-то попытаться найти что-то, что тебе нравится делать, но опять же, да, это такой совет на уровне пользователя, вот. Я не знаю, чем вас поддержать. Я буду благодарна тем подписчикам, которые сейчас прослушают этот ролик, и которые напишут отзыв под данным роликом, да, оставят комментарий, если они сами были в такой ситуации, если им было плохо, если они пережили какую-то травму тяжелую, после которой у них остались какие-то ограничения, как они с этим боролись, да, как они к этому привыкали. Я буду благодарна таким людям. Еще я бы в этом ролике хотела сказать вам, что если вы чувствуете, что вам нужна помощь, не стесняйтесь обратиться к специалисту, не знаю, к психологу, который поможет вам принять, разобраться, да, как жить, как быть дальше. Обращаюсь с вами. Все будет у нас хорошо. Все будет хорошо. Все. Всем хорошего настроения и всем пока-пока.